все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео итак я провязал 5 рядов с арками по 5 воздушных петель то есть вот он маркером который ряд я отметил это у нас был 114 115 116 117 и 118 ряд я уже провязал вот он то есть 114 15 16 17 18 вот я закончил также как мы здесь заканчивали то есть две воздушные петли столбик с одним накидом в первый столбик без накида и я на всякий случай пересчитал сколько у меня здесь всего арок должно получиться таких арок у нас должно быть 504 арки то есть начиная с того ряда когда у нас уже начались арки после наших ананасов их уже было 504 я ничего не увеличивал то есть количество арок у меня осталось неизменным чтобы не сбиться вы тоже можете пересчитать то есть вот с этого момента вот у нас арка самая первая 1 2 вот между ананасами у нас раппорты 1 2 3 4 5 6 7 и тут уже новый раппорт начинается вот она на нас то есть 7 арок между ананасами ананасов у нас всего вот этих 72 то есть 72 умножить на 7 будет 504 то есть я нигде не ошибся количество арку меня все по схеме ровно сходится и я сейчас примерил к столу к своему эту скатерть все равно мне маловато может быть я ее растяну когда даже постираю поглажу но я не хочу рисковать лучше я еще чуть-чуть провяжу поэтому если вы хотите вы можете остановиться а уже к обвязке можете следующее видео включить и уже провязывать обвязку я же пока еще провяжу я просто хочу чтобы мне скатерть была не меньше полутора метров в диаметре но сейчас я буду вязать все точно так же только я сделаю арки по 6 воздушных петель вот я здесь соединился 2 воздушный столбик с накидом как обычно теперь выполняя одну воздушную петлю подъема столбик без накида сюда же в эту же арку 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 и столбик без накида в следующую арку то есть все то же самое но я буду теперь по 6 петель делать 1 2 3 по 6 воздушных петель и сейчас также этот ряд отмечу провяжу честное слово не знаю еще сколько но я думаю не меньше шести таких рядов может быть 6 7 не знаю я вернусь и уже все расскажу в принципе 3d одинаковую вы можете вязать хоть полтора метра ширину только такими арками то есть здесь уже не принципиально важно узора никакого нет и уже потом когда я провяжу сколько-то там рядов этими арками по 6 воздушных петель я вернусь и покажу как мы вяжем дальше и так вот я провязал ряды с арками по 6 воздушных петель дальше вязать не буду мне этого достаточно и вот маркером я отмечал ряд с которого я начинал вязать арки по 6 петель это 119 20 21 22 23 22 23 24 и 25 то есть я провязала 7 рядов и соединялся я в каждом этом ряду вот так 2 воздушные петли 2 накида на крючок и в самый первый столбик без накида я провязывал столбик с двумя накидами то есть вот так у меня получалось и теперь сейчас мы будем начинать вязать обвязку это будет у нас два ряда я сейчас покажу вот в моем случае как я буду вязать обвязку и потом объясню как вязать обвязку в том случае если вы остановились вот здесь когда я вам сказал выполнить столбик с тремя накидами и соединиться в первый столбик но так как я провязывал сетку дальше у меня вот сместился здесь рисунок и я сейчас покажу как я вижу обвязку и объясню как вязать обвязку вот в этом случае если вы тут остановились и так выполняем 1 воздушная петля подъема столбик без накида сюда же в эту же арку выполняем 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 столбик без накида в следующую арку и таких арок по 6 воздушных нам нужно сделать 5 штук вот одну сделали еще 4 1 2 3 4 5 6 столбик без накида в следующую арку 1 2 3 4 5 6 столбик без накида в следующую 1 2 3 4 5 6 столбик без накида так сколько я провязал 1 2 3 4 последняя 5 арка 1 2 3 4 5 6 столбик без накида в следующую арку то есть вот я провязал 5 арок по 6 воздушных петель затем я сразу же в следующую арку провязываю 4 столбика с одним накидом накидом накид и в следующую арку выполняю столбик с накидом 1 2 3 и 4 1 воздушная петля и еще 4 столбика с одним накидом и сюда же в эту же арку затем сразу же после четвертого столбика в следующую арку соединяемся столбиком без накида теперь у нас пошли арки по 6 воздушных 1 2 3 4 5 6 столбик без накида 1 2 3 4 5 6 столбик без накида 1 2 3 4 5 6 столбик без накида сколько здесь я провязал 1 2 3 4 последняя 1 2 3 4 5 6 и соединяемся столбиком без накида вот я провязал опять 5 арок по 6 воздушных и сразу же в следующую арку мы выполняем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 1 2 3 4 1 воздушная и 4 столбика сюда же 1 2 3 4 и сразу же в следующую арку выполняем столбик без накида и у нас опять пошли 5 арок по 6 воздушных петель и теперь я показываю как вязать вам если вдруг вы остановились на том месте не провязывали вот эту сетку то есть всегда вот в этом месте где у нас вот эти полоски над ананасом вот в эту арку между вот этими полосками у нас идут вот эти столбики то есть это ровно над ним при получается то есть если вдруг вы остановились на этом месте дальше вы со мной не вязали вот эту сетку вы соединились способом то есть столбик с тремя накидами провязали в первый столбик то есть вы сейчас находитесь вот здесь в начале вот этой арки вы выполняете 3 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом и вяжите еще два столбика с одним накидом затем 1 воздушная и 3 столбика с накидом то есть у меня здесь арки уже больше по 6 петель поэтому я провязал 4 столбика 1 петля и опять 4 столбика у вас здесь арки меньше они по 5 воздушных петель вы провязываете не 4 столбика а 3 то есть у вас будет три столбика с накидом 1 петля три столбика с накидом вот у вас будет в этой арке и также вы провязываете 5 арок только по 5 воздушных петель у меня здесь уже больше я тут по 6 вижу у вас будет вот в эту арку три столбика 1 петля 3 столбика и 1 2 3 4 5 арок и затем у вас опять идет следующий вот эта арка вы в нее вяжите три столбика 1 петля 3 столбика опять идет 5 арок то есть вот в этих арках у вас будет три столбика 1 петля 3 столбика и между ними будет 5 арок по 5 воздушных петель то есть тут рапорту так но вообще это не принципиально важно прямо чтобы над этой получалось если вдруг в сетку еще больше вязали я думаю это вообще разницы никакой не играет кто к этому будет присматриваться но я просто по схеме так по схеме нарисовано так я показываю так все то есть здесь провязываем ряд таким образом до конца у нас идет 5 арок и вот 4 столбика 1 петля 4 столбика ровно над вот этой аркой над нашим ананасом вяжем таким образом ряд до конца и так вот я провязал ряд до конца у меня остается последняя арка вот у меня здесь начало ряда и в эту последнюю арку я по рисунку также выполняю четыре столбика с одним накидом одна воздушная еще четыре столбика сюда же и сразу же после последнего столбика я соединяюсь вот с первым столбиком без накида просто соединительной петлей но это у меня так потому что я здесь провязываю вот эти арки у вас же это будет вот здесь у вас было начало ряда вот эти столбики вы просто с первым столбиком соединитесь соединительной петлей теперь приступаем к последнему ряду у меня это 127 нужно вот в эту арку вот после вот этих столбиков в следующую арку мне нужно пробраться соединительными петлями я выполняю соединительную петлю в эту же арку и мне нужно до середины дайте еще делаю одну воздушную петлю и еще одну соединительную под эту же арку вот и оказался в центре этой арки теперь одна воздушная петля подъема столбик без накида в эту же арку затем сразу же в следующую арку нам нужно провязать 7 столбиков с одним накидом и между всеми столбиками по одной воздушной петли выполняем накид и в следующую арку столбик с одним накидом 1 воздушная столбик с одним накидом в эту же арку это уже второй столбик 1 воздушная третий столбик 1 воздушная 4 воздушная 5 воздушная 6 воздушная и 7 столбик с одним накидом затем сразу же в следующую арку соединяемся столбиком без накида то есть вот что у нас получается затем сразу же в следующую арку мы выполняем то же самое 7 столбиков с одним накидом и по 1 воздушная между ними 1 воздушная 2 воздушная 3 воздушная 4 5 6 7 столбик сразу же в следующую арку выполняем столбик без накида вот у нас две подряд идут вот такие веера между ними вот они соединены просто столбиком без накида в арку затем у нас следом идут вот эти наши столбики мы выполняем в каждый столбик по столбику и между ними по одной воздушной вот после столбика без накида выполняем накид и в первый столбик с накидом выполняем столбик с накидом 1 воздушная в следующий также столбик с накидом 1 воздушная в следующий столбик с 1 воздушная столбик с накидом в следующий то есть вот у нас здесь 4 столбика если вы вязали вот здесь в начале как я вам рассказывал без этих арок то у вас здесь три столбика у меня 4 следующую арку 1 воздушные петли мы провязываем столбик с одним накидом также добавляем то есть здесь одна воздушная и в арку одной воздушной петли столбик с одним накидом 1 воздушная и еще один столбик с одним накидом сюда же опять одна воздушная и далее у нас пошли столбики столбик столбик 1 воздушная столбик столбик в следующий 1 воздушная и так в каждый столбик по столбику и везде по одной воздушной между ними то есть вот у нас здесь как получается 4 столбика два столбика в арку и везде и здесь также 4 везде между ними по одной воздушной у вас будет может быть три столбика и также два столбика в арку и 1 воздушная между ними и сразу после последнего столбика мы в следующую арку столбик без накида то есть вот он наш рапорт будет как у меня такой у вас кто может быть поменьше вязал скатерть вот будет все то же самое затем здесь у нас сразу также идет накид и в следующую арку мы провязываем 7 столбиков с накидом и по одной воздушной между ними раз воздушная 2 воздушные вот 7 столбиков и по одной воздушной между ними затем сразу же в следующую арку столбик без накида и в следующую арку также 7 столбиков 1 воздушная 2 воздушная 3 4 5 6 7 вот в следующую арку столбик без накида и затем сразу же у нас пошли столбики столбик в столбик с накидом то есть столбик без накида конечно мы пропускаем 1 воздушная столбик в следующий воздушная столбик воздушная столбик воздушная и в арку одной воздушной вяжем столбик 1 воздушная и второй столбик в эту же арку далее у нас опять 1 воздушная и пошли столбик в столбик и воздушная столбиков придется нам провязывать много поэтому ряд последний самый длинный но зато нет пико в этой скатерти пико тоже вязать тяжковато все в следующую арку соединяемся столбиком без накида и опять у нас все пошло повторяться то есть вот такая у нас получается обвязка все вяжем таким образом до конца по завершении работы обрезать нить спрятать хвостики и постирать и погладить скатерть я скатерти конечно не блокирую не знаю может быть кто-то блокирует но очень много это конечно место занимает я просто скатерть стираю и во влажном виде и растягиваю в разные стороны так сильно как могу чтобы все столбики мне встали на свои места скатерть у меня раскрылась стала вся ровная и аккуратная и просто ее глажу утюгом с изнаночной стороны вот и все так же хотел обратить ваше внимание то что вот если вдруг у вас обвязка будет вот так все скручиваться как будто здесь столбиков не хватает то есть работа у нас вот так стягивается но по факту здесь у нас ничего не стягивается просто мы в процессе вязания вот эти в эти арки когда вязали столбики мы произвольно просто эти столбики все в одну кучу сбивали и у нас работа получилось стянутое но мы просто вот так это все дело вот расправляем просто руками в разные стороны и у нас работу не стягивает все петельки становятся на свои места и даже сейчас я ее просто постираю в стиральной машине и во влажном виде вот так в разные стороны абсолютно растяну насколько смогу скатерть чтобы она у меня была вся ровная и потом я ее просто утюгом поглажу и так вот я провязал последний ряд до конца и просто самым первым столбиком соединился соединительной петлей и сейчас я просто на всякий случай я всегда так делаю в следующий столбик еще сделаю одну соединительную петлю и теперь эту нить можно обрезать я сейчас оставлю здесь сантиметра 5 наверное вот хвостик у меня здесь и вот так просто вытягиваем вот эту нить и все она у нас уже никуда не денется потому что мы ее уже не распустим нашу работу никак потому что если мы будем за эту нить тянуть мы только сильнее ее еще будем затягивать и теперь я просто ее сейчас вокруг столбиков за петли вот так сзади а крючком продену и завяжу на узелок просто за какую-нибудь петлю и это ничего не будет заметно и работа у нас не распустится а также я вам напоминаю то что у нас с вами в инстаграм есть свой хэштег вяжу с дуду по которому я ищу ваши работы которыми вы вдохновились после просмотра моих видео очень приятно и очень интересно смотреть на ваши успехи я лайкаю их делаю скриншоты но и показываю в конце своих видео независимо от того мастер-профессионал или только вчера в первый раз взяли крючок я не делю эти работы по такому критерию ставьте лайк этому видео если оно было вам полезным подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны мне будет очень приятно видеть вас в числе своих подписчиков присоединяйтесь ко мне в инстаграм там тоже интересно но с вами был я это до скорого